Вы как человек традиции исключаете, что в Чеченской Республике женщины могут занимать какие-то государственные посты? Нет, наоборот, женщина должна работать. Мы запрещаем женщинам работать, развиваться, учиться. Про нас это так говорят, пишут. Даже живущие недалеко от нас, граждане России, даже определенные чиновники не знают, что происходит у нас в Республике. Говорят разные, пишут, что заставляют надевать платки, заставляют это туда-сюда. Если вы выехали в центр города, вы увидели бы разных людей у нас, и без платков, и в коротких юбках, и это, и другое. Ну, это обычный регион Российской Федерации, обычный город, один из городов нашего государства. И у нас, ну как, ну чуть ли там Кадыров провозгласил шариатское правление, в Чечне отдельные законы, конституции не существует, законов нет. Это шайтаны все придумают, знаешь, и распространяют. Как у нас, никто не соблюдает законы Российской Федерации, конституции Российской Федерации, и чеченские законы. Так можно сказать, наш регион самый послушный в этом плане. Если взять там все преступления, которые совершаются в регионе, у нас самый спокойный там регион. И по дорожным транспорту, общественным там, так сказать, преступления, грабежи там, угоны. Любое направление возьми, у нас самые хорошие там, самые лучшие показатели. Поэтому если взять там по рейтингам, благополучные там, климат, там во всех самых хороших показателях мы и находимся. Хотя мы послевоенный регион. Но тем западным шалкам не нравится это, поэтому они закидывают там в соцсети такие информации.